В среднем на сновидение уходит 6 лет жизни. Во время ночного сна дыхание останавливается примерно 5 раз по 10 секунд. 90% снов забывается. 10% от тех, кто храпит, страдают во сне от удушья. Самый распространенный сюжет во снах – измена супруга. Предсказывают ли сны будущее, о чем говорит храп и почему так важно от него избавиться? Об этом наша сегодняшняя программа «Уфа в курсе» в нашей студии. Невролог-сомнолог, заведующая отделением медицинской реабилитации больницы номер 18 Лариса Бекбалатова. Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса Флюровна, скажите, пожалуйста, первое, что я хочу у вас спросить, когда я только готовилась к этой программе, у меня такой вопрос сразу в голове возник. А могут ли сны предсказывать будущее? Нам хочется верить в то, что нам снится. Значит, мы что-то вроде предсказателей во сне можем понимать, что нас ожидает завтра, послезавтра, через неделю, через несколько лет. Или это больше наше заблаждение? Конечно, наши сны, я думаю, что нет, они не могут предсказывать будущее. Но почему это происходит? То есть многие же вы скажете, что как же здесь написали, там сказали, здесь человек... Здесь было. Здесь, да, сказали о том, что я видел сон, и это случилось. На самом деле, это наш головной мозг, он просчитывает по теории вероятности, понятно, что тот или иной момент, или даже как студент, да, говорит, мне ночью приснился сон, что я вытащу там пятый билет, и его вытащу. Да, да, да. Да. И ответил там на пятерку, а на самом деле учил только пятый билет. Ну, на самом деле, по теории вероятности, да, если мы посчитаем, если всего 10 билетов, да, из 10, ну, то есть, что пятый билет... Это реально возможно? Это, ну, возможно, но это на самом деле не предсказывание ведь будущее. Это головной мозг наш просто просчитал, взял некую информацию, которая была, то есть все, что мы запомнили до этого. И это привело к тому, что логическим путем определенные моменты, ну, то есть во сне происходит сам сон, и он приводит к тому, что он видит какие-то определенные картинки, которые воспроизводятся у нас, и после пробуждения мы их помним. Ну, конечно, рэм, сон вообще, расскажу про фазы сна. Да, есть же еще жаворонки, есть совы. Да, 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 есть жаворонки, совы, то есть на самом деле и это все есть. Чем отличаются вообще жаворонки и совы? То есть у нас мы живем в ритме, да, у нас есть биологические часы внутренние, но также есть астрономические часы. То есть астрономические – это 24 часа, которыми мы с вами живем и пользуемся, да, ночь – это ночь, день – это день. Но у нашего каждого организма есть биологические часы. Биологические часы, они идут по-своему. То есть у жаворонков, которые просыпаются очень рано, у них эти часы быстрее намного, чем астрономические 24 часа. То есть они бегут чуть быстрее. Из-за этого, когда на улице еще 9 вечера, а их внутренние часы уже пришли, что в настоящий момент уже ночь, 12, да, и им охота спать пораньше лечь, и пораньше также проснуться с утра, то есть пробудиться в 6 утра. А совы, они наоборот, то есть у них свой биологический ритм течет чуть медленнее. А раз медленнее, значит, когда им нужно ложиться спать, их еще биологические часы не пришли к тому, чтобы засыпать. Из-за этого они ложатся намного позже и также намного позже просыпаются. А вот как можно объяснить? У нас есть программа такая «Детки Бум», и ведет ее Алина. И вот это моя коллега, которой я очень сильно удивляюсь, потому что ей достаточно, как мне кажется, в сутки спать часов 4-5. А мне это очень мало. Мне надо, мне кажется, больше 7. Это как вот биологическими нашими часами объясняется? И что это вообще? Почему так нечестно? Да, это все, конечно, биологическими часами. Но наш сон, он генетически детерминирован. То есть у нас сразу у каждого заложено, то есть сколько мы должны спать. То есть для вас нужно высыпаться, чтобы выспаться 8 часов, да, для нее 4. На самом деле есть короткоспящие люди, есть длинноспящие люди. Есть люди, которым нужно 10 часов для сна, иначе они не могут вообще нормально существовать в течение дня. А кому-то нужно 4 часа. Допустим, есть даже расы, которые там могут больше, меньше, наоборот, спать, чем, допустим, нежели другое население. И это все связано, конечно, с циклами сна. То есть у нас есть каждую ночь мы проходим определенные циклы сна. Каждый цикл, то есть этот цикл состоит из поверхностного сна, глубокого сна и рем-фазы сна, как раз когда мы видим сны самое интересное. И длится она? И длится, эти все 3 цикла вместе, они длятся от 40 минут до 2 часов. Таких циклов за ночь может пройти, должно пройти 4. То есть отсюда и выходит, то есть сколько мы должны спать. Если цикл у нас длится час, то в принципе 4, ну то есть 4 цикла по часу, то есть вот 4 часа ваша коллега, она высыпается и чувствует себя отлично. Ваши циклы, они длятся дольше. Видимо, да. Да, они длятся по 2 часа, то есть поверхностный сон, глубокий сон и рем-фазы сна, они длятся все вместе 2 часа, и вам нужно для того, чтобы выспаться, вам нужно больше времени, то есть 8 часов. А почему нам вот в одну ночь снятся, например, котики, образно говоря, а на другую ночь, в другую ночь, там, какие-нибудь ужастики? Что у нас происходит в это время в той самой рем-фазе? Да, такая интересная, конечно, самая, очень загадочная самая фаза сна, потому что вообще поверхностный и глубокий сон нам нужен для того, чтобы наши мышцы расслабились, они все отдохнули за этот период времени. А рем-сон – быстрые движения глазных яблок, то есть это такая фаза, когда человек, наш головной мозг, он полностью все мышцы тоже парализовывает, да, чтобы мы не двигали руками, ногами, но при этом у нас двигаются глазные яблоки, то есть только двигаются в эту фазу глазные яблоки, мы видим картинки, но при этом не движим руками. Конечно, это все в головном мозге происходит, все картинки, то есть мы не можем заранее предсказать, да, что там такое происходит. Сон ведь ежедневно, то есть могут быть навязчивые какие-то сны, да, из-за дня в день один и тот же сон снится. Почему? Чаще всего это эмоциональное какое-то напряжение, то есть в течение дня мы, ну, смотрим телевизор, читаем новостную ленту, едем за рулем туда, то есть большое количество информации, и эта вся информация, она должна в ночное время у нас обрабатываться. Ну, то есть вот все, что увиденное за день, все, что, в общем, мы услышали, увидели, головной мозг как раз вот все это перестраивает какие-то в другие картинки, либо, допустим, больше тревожные, вы же говорите, что могут быть котики, да? И, значит, я бы сказала, что этот человек день прожил очень спокойно, на лайте, на расслабоне. Смотрим от котиков. Да, да, может быть, да, в каком-то... читал красивую литературу, не знаю, смотрел красивое кино, или, не знаю, весь день смотрела на берег моря, да, как шумит море. Конечно, сон был очень спокойный и такой размеренный, успокаивающий, но как только человек в течение дня в большом стрессе, в какой-то... в очень загруженном формате живет, то, конечно, в ночное время у него появляются и сны, которые какой-то кошмар несут, да, или, наоборот, люди, которые там... какой-то, ну, не знаю, там, трагедия была или еще что-то, то есть, может быть, были где-то... случайно, там, увидели какую-то ситуацию, которая на них просто сильное впечатление, да, произвела, то есть, такие люди тоже видят кошмары во сне. Ну, как я говорила о том, что рем-фазы сна, то есть, вот поверхностные глубокие рем-фазы, они проходят четыре раза. Мы, в принципе, за ночь видим четыре разных сна, но не все мы помним. То есть, если мы пробуждаемся после рем-фазы сна, то у нас остается это в памяти. Но чаще всего человек помнит только последний сон, который под утро, когда мы уже пробуждаемся, и быстро достаточно, ну, то есть, в первые минуты мы это помним. Мы, если не акцентировали на этом внимании, мы, на самом деле, быстро это все забываем. А сколько человек может без сна обходиться? Потому что я один такой эксперимент знаю, читала, по крайней мере, не знаю, насколько можно в него верить. Какой-то подросток 11 дней пытался не спать, играл в баскетбол, ну, и вроде бы с ним все хорошо было потом. Наверное, там что-то где-то приукрасили, либо что-то недоговорили. Потому что человек без сна, он, к сожалению, не может прожить больше 11 суток. Это вроде бы рекорд по литературе, что больше 11 прожил суток, а дальше это приводит... Недели или все-таки 11? Нет, 11 суток, 10-11 суток, и дальше это приводит к смерти. То есть, в принципе, отсутствие сна никак не влияет на органы и системы. Но головной мозг, он не может избавиться от такого количества информации, которую получает. Мы в течение дня с вами видим много информации. То есть, красивая картина, у нас сразу же в голове возникает, что это картина, цвет такой-то, квадратная, круглая или еще что-то. Мозг обрабатывает. То есть, мозг это все видит, он все это запоминает. И наша память, она состоит, то есть, мы знаем, из кратковременной, долговременной, но кратковременной, она тоже как какая-то такая коробочка, да, куда это все складывается потихоньку. Ну, если она переполнится, она как раз, можно сказать, освобождается, да, как ненужная во время РЭМ-фазы сна, когда мы видим сны, то есть, у нас обработка информации идет, все, что нужно, она переходит в долговременную память, все, что не нужно, отсеивается, и мы, в принципе, это не помним, мы это забываем. А все, что нам нужно, оно в долговременной памяти, мы потом в дальнейшем возьмем это и вспомним, да, как, почему, допустим, студентам, да, говорят, или школьникам, что перед экзаменом надо поспать, выспаться, да. Это только для того, чтобы человек все, что прочитал, да, студент, он должен это все уложить в долговременную память, чтобы этим пользоваться. Конечно, кратковременная тоже, часто студенты говорят, я тут перед экзаменом прочитал и все рассказал, то есть, да. Но потом его спроси, это через... Он ничего не запомнил. Он ничего не запомнил, да. А вот скажите еще, пожалуйста, а как храп мешает нам спать? Какие фазы нарушаются в этот момент? И я так правильно понимаю, что мозг во время храпа, ведь сильно его просыпается, наверное, да, как это потом сказывается на его организме? Да, это очень такой серьезный вопрос, потому что про храп очень... Ну, то есть, мы все знаем, большая часть населения, вообще, наших людей, они храпят. Особенно после 45 лет мужчины, да, мужчины больше подвижны. То есть, вообще, почему? А потому что вес растет быстрее. У мужчин? Да. Да, они мало за собой храп. То есть, почему вообще храп появился, да? У нас с эволюцией у нас изменилась гортань, она стала чуть... Потому что мы стали больше говорить. И если, допустим, взять там 200 лет назад, так же, как и про информацию, да, 200 лет назад у него информация была только там в условиях своего двора, да? Да, да, да. Дальше газеты... Где костер, где что-то еще. Ну, можно, да, так сказать. То есть, вся остальная информация, она была, ну, приходила, я не знаю, там, раз в год. Кто-то пришел и рассказал там, что вот это, вот это произошло там в столице. Ну, то есть, такой информации, как сейчас, нету. Также и наше речевое. То есть, раньше, те же 200 лет назад, человек разговаривал не так бегло, не так быстро, не так активно. И у нас, с учетом эволюции, у нас изменилась гортань. Она стала уже? Она стала длиннее. То есть, она стала длиннее. И когда человек набирает вес, то есть, так же, как бы, вес не только руки, ноги, да, больше становится, но и так же у нас гортань становится чуть чуже, потому что жировые валики, они откладываются. И это способствует и храпу, усилению храпа, и такому тяжелому заболеванию, как остановке дыхания во сне. И называется это? Это апноэ, апноэ сна. Или, ну, по-научному, синдром обструктивного апноэ сна, то есть, именно, когда спадаются дыхательные пути. И, может быть, ну, то есть, каждый ездил с друзьями в гости, да, и когда-то слышал, когда там человек храпит, и тут храпит, и потом храпит. И что это такое? Это и есть остановка дыхания во сне, когда человек останавливается дыхание. Дыхание мы уже не слышим, но после того, как начинается дыхание, мы слышим такой целый рев такой, вроде сильнейший такой храп. И, конечно, кто находится рядом, спать вообще невозможно. То есть, храп мешает двум людям. Кто храпит, да, и кто рядом спит, человек, который не может спать. Да, кому больше, на самом деле. И в итоге, что происходит? Значит, мозг постоянно просыпается, да? Человек не высыпается совершенно. Человек вообще не высыпается только из-за того, что во время остановки дыхания происходит спадение дыхательных путей. Кислород предстоит поступать к головному мозгу, головной мозг пробудился, он отправил сигнал дыхательным путем, чтобы дыхательные пути раскрылись. Человек начинает дышать и уходит опять в глубокую фазу сна. То есть, таких за ночь остановок дыхания и пробуждений головного мозга может быть до 500. То есть, остановки и кислород в это время, то есть, если кислород может падать до 50. Все знают, что такое сатурация, да, после ковида вообще все знают. Сатурация, да. То есть, в норме она должна быть 95. А у пациента сапною она может упасть до 50. И человек, если в обычном человеку, ну, как вот даже при ковиде, да, в 90, там уже человеку было тяжело дышать. А здесь каждую ночь или, можно сказать, каждую минуту у пациента происходит остановка дыхания, которая приводит к падению кислорода, может, до 50. Понятно, это не одномоментно возникает. То есть, это с годами. Чем больше человек храпит, чем длительнее храпит, тем апноэ становится тяжелее, тяжелее, тяжелее. И это все приводит к хроническим заболеваниям. Это повышение артериального давления в утренние часы, это сахарный диабет, это нарушения метаболические все, потому что организм, человек постоянно может набирать вес за счет того, что головной мозг в ночное время, он не спит, он заставляет каждую минуту просыпаться и дышать, ну, чтобы человек вдыхал. Также, помимо этого, увеличение веса сюда же также, потому что метаболические нарушения. Ну и внезапная остановка вообще во сне смерти, это тоже приводит к смерти. А вот для большинства же людей, наверное, храп-то такое, само собой разумеющееся явление. Храпел там мой дедушка, мой папа, там вот это, да, вся история. И тем не менее, есть ли здоровый храп? Здорового храпа нет. Если ты храпишь, то наверняка уже какие-то проблемы. Это наверняка есть проблема. Может быть, храп осложненный, это тот, который я сказала, осложненный апноэ, а может быть, не осложненный. Храп – это всегда патология. То есть, либо это лор-патология, проблема с носом. То есть, очень часто бывают дети храпят. Это самые тяжелые на самом деле. То есть, таких детей, если вы слышите детский храп, то его нужно обязательно ввести в первую очередь к лор-врачу и посмотреть, нет ли изменения в носу, то есть искривления перегородок, либо другие заболевания, которые приводят именно к храпу. То есть, человек физиологично не должен дышать ртом в ночное время. Мы только вот разговариваем с вами, да, и все равно мы останавливаемся. У нас вырабатываются и слюни во рту, да, а в ночное время этого не происходит. И когда человек не дышит носом, рот, получается, высушивается. Это все происходит, приводит к тому, что воздух, захотя в рот, да, когда мы дышим, ударяется об стенки, вот отсюда и появляется звуковой феномен храпа. Ну, просто есть храп, который прям очень сильно опасен, это как опноя, да, приблазящее, копное сна. Либо храп, который не менее опасен, но это тоже признак заболевания, именно лор какой-то патологии. То есть, здесь обязательно к лору нужно обратиться. Да, с храпом уже тогда все понятно, да, это патология. А что такое, когда тело дергается во сне? Вот так хоп и неожиданно. Что это такое? На самом деле это нормально, да? Это нормально, да? Конечно. У нас есть фазы сна, вот поверхностный сон, глубокий сон, рем-фаза. Когда мы с одной фазы в другую фазу переходим, мы вздрагиваем. То есть, это нормальная мышечная реакция. Плюс, конечно, мы же ворочаемся, мы залеживаемся. Очень часто, самое основное, это, кстати, гигиена сна и в плане гигиены спальни. Сейчас уже такой термин пришел в нашу жизнь, как гигиена спальни. Матрас должен быть мягким. Развею мифы в плане того, что все должны спать на жестком. Нет. На досках самое полезное. Нет. Это неправильно. Никаких досок. То есть, жесткая постель. И как вот у нас реклама, да, конечно, идет, но это все вот отсюда же идет, что там на доске надо спать. Да, может быть, для спины в определенные моменты и нужна жесткая постель. Но это только когда там боли в спине. Но не каждодневный сон. Каждодневный сон должен быть на мягкой, именно на мягкой постели. Как цари наши спали, да? 33 перины. 33 перины, да. И горошинка встала. Да, да. То есть на перине почему спали? Потому что у нас есть точки давления. То есть у нас есть именно выпирающие части тела, которые должны... То есть матрас наш должен, он должен облегать тело для того, чтобы у нас нигде не было вот этих точек давления. Потому что эти точки давления приводят к тому, что нам неудобно. И мы ночью больше начинаем ворочаться, чем, допустим, когда мы спим на мягком. Мы спим на мягком, и мы намного меньше ворочаемся, просыпаемся, пробуждаемся и как бы сбиваем свой сон. Когда мы вот... Это более здоровый сон, когда мы спим на мягкой, ну, максимум полужестком матрасе. То есть матрас, он тоже должен быть мягким. И если вот максимально коротко в нескольких предложениях, значит, первое, что мы должны сделать, в том числе и со сном, да, это пройти обследование. Даже если вот есть какие-то малейшие признаки, к примеру, храпа, каких-то патологий. Да? Ну, при храпе однозначно. То есть если вы храпите, нужно обследоваться. То есть здесь это вот первое условие, потому что мы должны выяснить, осложнённый это храп, либо не осложнённый, опасный он или нет. Ну, в основном, я говорю, это мужчины, конечно, после 40 лет. Если есть сопутствующие заболевания, кому-то выставили диагноз гипертоническая болезнь, сахарный диабет. То есть и у человека есть храп, это однозначное обследование. Спасибо вам большое. Это было очень познавательно интересное интервью. Времени мне вот лично вообще не хватило. Вообще не хватило. Ещё очень много вопросов я тут смотрю. Прям ваших благоди водится много, я чего не успела у вас спросить. Спасибо большое. Может быть, даже сделаем с вами ещё продолжение. И я напомню, что у нас в гостях была невролог-сомнолог, заведующая отделением медицинской реабилитации городской клинческой больницы номер 18 Лариса Бекбалатова. Итак, сегодня мы узнали, что такое апноэ, ремфаза сна, биологические часы и многие другие интересные термины и факты. Я напомню, что также это интервью можно будет посмотреть в нашей группе ВКонтакте и на YouTube-канале. С вами была Гульнара Сидикова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!